Сколько денег заработал Сталин? В 2015 году журнал «Тимми» опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества. Наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером в нем оказался Иосиф Виссарионович Сталин. Неужели лидер советского государства был настолько богат? Государственное обеспечение и благосостояние Сталина невозможно рассматривать отдельно от богатств всей страны в целом. Генералиссимус находился на полном государственном обеспечении. Оплачивались обслуживания многочисленных дач, домов и квартир, а также услуги врачей, поваров и гувернанток. Сталин даже не знал, о том, сколько именно тратится из государственной казны на все вышеперечисленное. Более того, Сталин никогда не носил с собой даже мелких денег. Так, однажды, будучи на даче в Боржоме, Иосиф Виссарионович повстречал своих знакомых грузин. Те в разговоре обмолвились, что испытывают некоторые денежные трудности. Сталин пустил шляпу среди своих починенных, в том числе и среди сотрудников охраны. Набрали 300 рублей. В силу того, что Сталин жил на всем готовом, он порой даже не знал, что сколько стоит. По словам его дочери Светланы Аллилуйевой, отец думал, что 100 рублей, как и до революции, являются огромной суммой. Поэтому когда он давал мне 2-3 тысячи, то считал, что дает миллион, признавалась Светлана. Заработная плата и гонорары несмотря на полное государственное обеспечение, Иосиф Виссарионович исправно получал заработную плату. Поначалу она была в три раза ниже средняя плата труда по стране. Однако к концу правления зарплата Сталина уже составляла около 10 тысяч рублей. Столько же получали только видные деятели наук, академики и профессора. Деньги в пакетах Сталин складывал на своем письменном столе. Девать их было некуда, кроме как заплатить очередной партийный взнос в размере 300 рублей. Помимо зарплаты Сталин регулярно получал гонорар за свои писательские труды. Его книги издавались в том числе и за рубежом. На личные изберегательные счеты после смерти Сталина на его даче была сделана опись имущества вождя. В ней кроме предметов одежды и письменных принадлежностей значилась изберегательная книжка, на которой были 900 рублей. Также доподлинно известны еще об одном банковском счете. После кончины вождя его детям была передана сберкнижка с 30 тысячами рублями. Однако некий историк по фамилии Колесник утверждает, что это далеко не все сталинское богатство. Когда вождь скончался, в его личном сейфе нашли более 3,5 миллиона рублей, а также квитанции, свидетельствующие о том, что все наличные средства являются гонорарами, выплаченными в разное время за написание многочисленных трудов. Уважаемые читатели, помогите увидеть этот пост большему количеству читателей. Ведь если его не лайкают и не пишут комментарии, алгоритм прекратит показы. А мне очень хочется, чтобы то, что мы и пишем для вас, до вас доходило. Спасибо. И не забывайте подписываться на наш канал.